Здравствуйте! С вами видеоблог «Философия тестостерона». Я его ведущий Александр Апапорт. Сегодня у нас в гостях профессор Жан-Поль Теслипер, вице-президент Международной школы постдипломного образования по мужскому здоровью. А сегодня поговорим, как терапия препаратами тестостерона влияет на сперматогенез. Жан-Поль, существует опасение до сих пор того, что не может ли тестостерон вызывать привыкание и подобрать выработку собственных гормонов? Практически для всех гормонов в человеческом организме предусмотрен так называемый механизм обратной связи. Система такая же, как центральное отопление дома. Мы включаем центральное отопление, температура в помещении возрастает, но как только эта температура достигает заранее предусмотренного значения, дальнейший нагрев будет прекращен, чтобы помещение не превратилось в сауну. То же самое происходит и в организме. То есть имеется некоторая стимуляция головного мозга яичек, задача которой в конечном итоге состоит в выработке определенного количества тестостерона. А как только уровни приходят в норму, в головной мозг поступает сигнал о прекращении дальнейшей стимуляции яичек. Таким образом, эта стимуляция останавливается. Когда мы назначаем тестостерон кому-либо, например, в виде геля, головной мозг получит сигнал о достаточном содержании тестостерона в кровотоке. Это означает, что при назначении тестостерона собственная выработка тестостерона снизится, потому что иначе уровни тестостерона окажутся слишком высокими. С гелем именно так и происходит. Это вообще не представляет собой проблем. При применении геля возникает еще один фактор. Дело в том, что со стороны головного мозга активный сигничек контролируется двумя сигналами. Первый сигнал в виде лютеинизирующего гормона контролирует синтез тестостерона, в то время как второй сигнал в основном контролирует сперматогенез. И обе эти сигнальные системы функционируют параллельно. В исследованиях установлено, что при применении геля активность обоих сигналов снижается, но не слишком сильно. Примерно на 50%. Таким образом, при применении геля негативного влияния на выработку спермы нет. При применении внутримышечных инъекций ситуация совершенно иная. У мужчины, получающего инъекции, сперматогенез подавлен практически до нулевых значений. Итак, мы говорим о совершенно разных ситуациях. При применении геля сперматогенез остается нормальным, а на терапии инъекциями происходит подавление до практически нулевых значений. Но еще более важным моментом, который мало кто принимает во внимание и который остается малопонятным, является вопрос о том, когда именно восстанавливается нормальный сперматогенез после отмены инъекций. Иными словами, когда мужчина, получавший инъекции, желает зачать ребенка, инъекции отменяются. Никто в точности не знает, когда именно сперматогенез станет нормальным. Конечно, есть определенные вещи, которые можно предпринять по этому поводу. Но такая проблема сохраняется. Что касается вопроса о привыкании, недавно у нас была такая возможность провести анализ накопленных данных фармаконадзора. И мы не обнаружили ни одного сообщения о случаях привыкания. Исходить нужно из позиции здравого смысла. Привыкание возможно в тех случаях, когда мужчина, как правило, спортсмен или бодибилдер, использует схемы, крайне далекие от нормальных. Например, как вы знаете, длительно действующие инъекции вводятся раз в три месяца. В определенных сообществах бодибилдеров эти инъекции проводятся каждый день. Естественно, в таких ситуациях создаются чудовищные концентрации тестостерона. Действительно, в таких случаях это может вызвать привыкание и зависимость. Психологически и физически? Оба вида. Психологические проблемы при этом будут очень вырежены. Ничего подобного на трансдермальной терапии не наблюдается, потому что создание подобных концентраций совершенно невозможно. И здесь, опять-таки, мы должны исходить из позиции здравого смысла. Даже если фемурально выражайся. Принимать ванну из геля каждый день подобной концентрации достигнуты не будут. Это очень высокие уровни. И это очень высокие уровни.